Друзья, всем привет! Снова я с этим ножиком. Упрекнули меня, типа я тормознутый обзорщик. Хочу показать снова вот этот нож быстро. Опять же, слышу всех своих зрителей, прислушиваюсь и говорю, что я никакой не обзорщик. Я просто делюсь своими впечатлениями. Хочу доносить полезную информацию для людей, которые могут быть в раздумьях перед покупкой каких-либо вещей. Я абсолютно не профессиональный, я там блогер, не супер-пупер топовый, вообще я не блогер. Я просто частный человек, который делится в этой социальной сети YouTube. А YouTube это именно социальная сеть, как был, так и остается. Даже сам Google об этом подтверждает, сортируя письма, уведомления в Google почту, прилетают письма именно во вкладку социальные сети. И в социальных сетях уведомления именно от YouTube. То есть это подтверждение самим Google, что YouTube это не площадка супер-контента, а это социальная сеть, где могут находиться все, просто все, любые частные, профессиональные, непрофессиональные видеоблогеры, какие-то лица, которые занимаются съемкой, делятся чем-то, показывают. Так что давайте, ребят, особо друг друга не упрекать, а лучше давайте ценить и подписываться друг на друга. И понимать, что иногда можно найти в YouTube полезную информацию, вот типа как моя информация, допустим, связанная с какими-то техническими моментами, не рекламными, а именно обмен информацией по поводу того, что полезно, что не полезно, что бесполезно, что хорошее, что плохое. YouTube также уже сейчас и видео-поисковик, то есть люди-визуалы, они ищут полезную информацию в YouTube, как в поисковике. То есть люди, многие уже не читают, а чисто хотят посмотреть. Один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать. Итак, вот этот вот ножик, смотрите, вот у него плоскогубцы, быстро показываю, как вы хотите. Опять же, да, не знаю, что вы тут поймете, конечно, из такого быстрого обзора. Вот он, железный, металлические ручки, люфтов нету, классные плоскогубцы, режут, кусают. Хорошее вот, смотрите, соединение, вот, логотипы везде, фабричное производство. Да, сборка в Китае, но в Китае Стэнли, это имеет свой завод, и там производится. Потом многие говорят, ой, там ничего лучше лазермена нет. Так это не лазермен, речь-то не о лазермене, речь о бюджетной альтернативе лазермену. За лазермен мало кто может отдать сейчас от 10 до 15, до 20 тысяч рублей. Да, лазермен легендарная марка, никто не упрекает. Ну и Харли Дэвидсон тоже себе не каждый может позволить мотоцикл себе приобрести и переделывают какие-то, или берут альтернативу. Вот это тоже самое, альтернатива. Вот что есть в этом ноже. Пилка, отвертка, вот такой штырь, типа шила непонятного, шила-нож. Такая вот открывашка-топорик, типа. Вот здесь вот лезвие вот такое, остро заточенное, кстати, шикарно заточенное, но оно не очень толстое. Вот, смотрите. Если сравнивать с другим ножом, вот который я в прошлом видео показывал, это тоньше, чем в другом ноже лезвие. Вот крестовая отвертка, шлицевая отвертка. Как пользоваться? Ну вот, смотрите. Допустим, сложим сейчас, да. Я в том обзоре подробно расскажу. В этом сейчас вот я покажу, что можно резать. А нюанс процесса резания особо здесь, в этом видосике. Вы сейчас не поймете. А нюансы есть. Вот, допустим, вот эта вот рукоятка, видите, она мешается, если что-то плоское резать. Получается, надо вот так разложить, чтобы он больше, ближе, как бы, к плоскости прилегал. То есть, вот так вот откидывать ручку. Вот и все. Вот такой чехол нейлоновый, классно сшитый, с шикарной кнопкой, вешается на ремень. Значит, здесь, смотрите, вот такой вот, как его, напильник. Видно, не видно. Вот здесь вот такие грани, вот здесь вот такие вот грани. Отвертки вот в таких ножах, это, в принципе, ну, условно, отвертки. Чисто вот когда что-то где-то надо на ходу подкрутить. Они не всегда, эти отвертки, могут хорошо схватывать крепеж какой-то. Но это чисто вспомогательный инструмент. Это не основной инструмент. Это чисто вот так вот с собой носить в рюкзаке на всякий случай. Где-то в автомобиле может пригодиться. Вот я вот недавно плоскогубцами у меня зимой закоксовались эти колпачки ниппеля. Рукой вот невозможно открутить. Я взял, то есть у меня в машине лежит этот инструмент. Я взял так вот, раз и прокрутил. Ну, тот обзор на полчаса, я там подробно рассказываю, что, чего, как, какая, где прибыл. А здесь вот сейчас за 7 минут вы вот только этим и насладитесь. Кому нравится, вот подписывайтесь. И будьте с пониманием того, что я какую-то полезность несу на своем канале. Вот он вот такой вот железный, тяжелый. 700 рублей цена. Здесь вот эта пластмасска, она как бы не фиксатор, ничего. Просто такие декоративные панели. Прикольная тема. Вот такой обзор, если вам нравятся, вот суперскоростные, то буду так пилить тогда. Видосики. Ладно, друзья, не обещайте, не обижайтесь, подписывайтесь. Всегда взаимка, я с вами. Ставьте лайк.